Всем привет! Это видео будет посвящено амортизаторам, то есть пружинам, маслу, как обслужить амортизаторы, как часто это делать и все остальные вопросы, которые вы хотели спросить про амортизаторы, но стеснялись об этом. Перед началом видео хочу сказать, что я создал свой телеграм-канал. В этом телеграм-канале тот контент, который не входит, который не подходит, так сказать, для ютуб-канала и разные всякие живые истории, включения и прочее. Поэтому ссылочка в описании. Переходите, подписывайтесь, телеграм-канал, ставьте комментарии, лайки, общайтесь и все остальное. Кайфуйте от того, что там происходит, потому что там реальная жизнь RC-дрифтера в Москве. И второе, о чем я хотел сказать, это Республика RC-дрифт. Группа для всех, кто увлекается RC-дрифтом, именно для тех, кто катается, а не тот, кто хотел бы посмотреть и прочее. В этой группе вы можете найти своих соратников из своих городов, либо продвигать свою историю в вашем городе. Например, организовывать мероприятия, организовывать тренировки, организовывать трассу и прочее. Все это создано для того, чтобы мы с вами могли найти друг друга и при переезде в другой город могли знать, куда можно приехать, покататься. А также только те, кто начинают свой путь в RC-дрифте, могли себе легко и быстро найти друзей, с которыми можно вместе погонять. И, соответственно, им было легче начать наше хобби. Ссылочка также в описании. Переходите в Республику RC-дрифт, вступайте в основную группу и в группу, которая посвящена вашему городу. Ну а теперь поехали про амортизаторы. Сегодня у меня амортизаторы в РАПАП и шасси Овердос. Дал мне ее Кирилл, возможно, кто-то из вас его знает, кто-то нет, для того, чтобы я ее обслужил. Попросил меня Леха, сказал, перепаяй мне провода, также посмотри амортизаторы. Вот, провода я уже перепаял, о чем я рассказывал в своем телеграм-канале, ссылка в описании. А по поводу амортизаторов решил снять видео и показать как раз на примере, как обслуживать амортизаторы, потому что очень много вопросов. Ну и заодно ответить на частые вопросы тех, кто либо недавно в хобби, либо не понимает, что к чему. То есть это пружины, масло, как обслуживать, какие, как сказать, поломки, не знаю, износ амортизаторов критичны, какие некритичны. Ну и, соответственно, вся вот эта вот история. Я думаю, это будет полезно не только тем, кто недавно в хобби, но и тем, кто уже давно, но особо не заморачивался на все эти вопросы. Поэтому будет интересно, не переключайтесь. И я постараюсь сделать так, чтобы это видео было не супер длинным, но не обещаю. Начать я хотел с пружин. Это почти все мои пружины, но не все. И разобраться, какие пружины, потому что очень много вопросов, какие пружины нужны, какие не нужны, какие для чего и прочие все моменты. Сейчас достанем их из упаковочек, чтобы было понятно. Начнем с того, что бывают несколько типов пружин. Бывают пружины многовитковые и маловитковые. Сейчас я покажу. Вот эта пружина многовитковая. Здесь ее видно. И пружина маловитковая. Я думаю, должно быть видно. Если что, вставлю фотографию. Вот. Также у нас бывают пружины 26 мм, 30 мм, 32 мм. Бывают больше, но это уже очень большая редкость. Бывают меньше, 24 мм и прочее. Тоже, опять же, большая редкость. Сейчас я вам покажу. Значит так. Вот это у нас пружина 32 мм. Вот это пружина 26 мм. И сейчас я найду пружину. И пружина 30 мм. Теперь, давайте покажу поближе. 26 мм. Белая 26 мм. 30 мм. 32 мм. Я не буду глубоко погружаться во все эти моменты с пружиной, потому что видео растянется до миллиона часов. Никто это не будет смотреть. Мне и так периодически выговаривают за то, что я снимаю слишком длинное видео. Так вот, вкратце. Маловитковые и многовитковые. В чем смысл? Многовитковые, как правило, более жесткие. Наоборот. Многовитковые, как правило, мягкие. Маловитковые, как правило, жесткие. Обычно спереди ставят те, которые поменьше витков, сзади ставят те, у кого побольше витков. Также очень важный момент, забыл сказать. Еще есть такой критерий упражнения. Это толщина. Толщина самой вот этой проволоки, из которой она сделана. Это 1 мм, 1,1, 1,2, 1,3. Они, как правило, на 1,1 мм отличаются. Например, я езжу на 1,2. Да, у меня, по-моему, все 1,2. Кроме вот этих. Вот эти 1,1. Ну, короче, 1,1, 1,2. 1 мм слишком вялые. И, как правило, под весом шасси они вообще проседают. Поэтому, ну, смотрите, 1,1, 1,2 мм. Может быть, 1,3, если у вас прям очень тяжелое шасси. То есть, чем тяжелее шасси, тем толще проволока для пружины. Так вот, чем они отличаются? Те пружины, у которых мало витков, они отрабатывают быстро и резко. Те пружины, у которых много витков, они отрабатывают более плавно. Как правило, если вы хотите... Тут уже как от того, как вы ездите, какой у вас стиль. Если вы хотите резкие перекладки, резкий отклик на газ, там, моментальные, да, и прочиеся моменты, то пружины с малым количеством витков. Пружины с большим количеством витков, как правило, подходят для больших треков. там, где есть такие большие дуги, и они не дают, как сказать, прям слишком сильно накосячить. То есть, если у вас пружина с малым количеством витков, то любое микроскопическое нажатие на газ, оно влияет на поведение шасси, то есть, происходят корректировки и прочиеся моменты. И когда у вас, например, большая дуга, вы по ней должны плавно, красиво проехать, как это любят судьи, то лучше использовать пружину с большим количеством витков, потому что при корректировках газа у вас не будет шасси дергаться слишком сильно, да, то есть, она будет плавно ускоряться, плавно замедляться. Вот. Если у вас маленький трек, то, конечно, уменьшайте количество витков. Поэтому у меня такое большое количество пружин разных типов и прочего. Для того, чтобы под каждый трек подбирать свой конфиг. У меня уже выработалась определенная стратегия, которой я придерживаюсь, то есть, для тех треков, куда я частенько заезжаю, у меня уже есть готовые шаблоны того, какие пружины я использую, там или иначе. Вот. Теперь про пружины 26 мм. Пружины 26 мм, они еще быстрее отрабатывают, чем пружины с малым количеством витков. И, как правило, шасси, ну, как бы, клиренс шасси не слишком сильно изменяется, точнее, изменяется меньше, чем с более длинными пружинами, потому что у него ход короче, и это влияет на управляемость. Как правило, вот, например, я заметил, сзади мне 26 не зашли. Слишком резкое, на мой взгляд, поведение шасси, такое, типа, эмоциональное и прочее. То есть, любое нажатие на газ, оно мгновенно отыгрывается, и, ну, мне этого не нужно по моему стилю вождения. А вот спереди они прям очень хорошо работают на ковре, на мой взгляд. То есть, они дают много зацепа спереди, потому что пружины, которые более длинные, они, как правило, при, ну, под газом подкидывают морду. Из-за этого у вас появляется андерстир, и, как бы, на передней оси зацеп снизляется. То есть, морду сносит. С короткими пружинами такого не происходит. То есть, она не так сильно, морда не так сильно подскакивает, и, как бы, как сказать, зацеп у вас сохраняется равномерно на морде. За счет этого больше контроля спереди. То есть, на маленьких трассах, где много поворотов, прям я вот использую спереди короткие пружины. Далее, что нам нужно знать про пружины. У меня тут есть еще, есть прогрессивные пружины, наверное, так сказать, правильно. Те, у которых, как бы, витки изменяются. Бывают такого плана, у которых, грубо говоря, две зоны. То есть, зона, где много витков, расстояние между витков витков, расстояние между витков маленькое, и расстояние между витков большое. Бывают, ну, соответственно, вот такого же плана пружины. И есть вот такая вот уникальная у меня, у которых три зоны. То есть, мало-мало витков и много посередине. Она, как можете видеть, типа по бокам, по краям она сжимается, а посередине не остается. То есть, они в последнюю очередь отрабатывают. Она очень хорошо отрабатывает на передней подвеске. И есть такие вот прогрессивные пружины, у которых витки, как бы, постепенно, ну, уменьшаются или увеличиваются, смотря с какой стороны смотреть. То есть, сначала у нее частые витки, ближе к другой стороне витки становятся реже. То есть, получается, что у нее, как бы, чем больше она сжимается, тем жестче она становится. Наверное, так правильно сказать. Хотя, хрен знает. Поправьте в комментариях. Эти пружины я много раз пытался на разных треках, но не особо они мне заходят. Единственное, мне вот зашли пружины от LRC Garage. Кстати, ребята, которые делают пружины у нас в России по демократичной цене, такое импортозамещение. Ссылочку я на них оставлю в описании под этим видео. Пружины топовые. Прям очень крутые. Неоднократно в своих видосах я про них рассказывал. Потому что сам на них езжу и прям мне нравится. Последний раз на Коломне я как раз на этих пружинах заехал на первое место на прошлых соревнованиях. Вот. Многовитковые пружины. Как они работают? То есть, смысл в том, что под весом шасси вот эта вот часть, где витки очень часто, она сжимается полностью. И у вас фактически становится как бы пружина типа 26 миллиметров. Вот такая же примерно. И работает она, ну, в принципе, как пружина 26 миллиметров. Просто в тот момент, когда подвеска разгружается, она отрабатывает дальше, чем 26 миллиметровая пружина. И зацеп у вас остается. Ну, как бы он такой избыточный. В отличие от пружины 26 миллиметров. И это мне не очень... Ну, вот, как по мне, по моему, как я езжу, по моему поведению шасси. Мне это, ну, не очень нравится, потому что она такая слишком быстрая и постоянно в зацепе находится. Очень сложно ехать вторым. Практически нереально. Ну, либо я не умею настраивать. Ну, в любом случае, на пружинах, которые нормальные, я сейчас говорю про заднюю часть, заднюю подвеску, на пружинах, которые классические, обычные, у меня получается намного стабильнее ехать, намного прогнозированнее. То есть я больше понимаю, как шасси будет двигаться, в отличие от вот этих. Но они круто работают спереди. Спереди вы получаете плюсы 26-мм пружины, и плюс она у вас подскакивает, когда морда подскакивает под газом. У вас работает как раз эта вот часть, где много витков. Вы получаете еще больше зацепа, чем на 26-мм. То есть если вам нужно, например, в Воронеже в этом году я ездил как раз вот на LRC гараж, в таких пружинах, чтобы у меня было очень много сцепа спереди. На морде мне его не хватало, и как раз эти пружины мне его добавили. Сейчас мы все это уберем и перейдем к маслу. Расскажу вам про то, какие масла бывают, для чего они нужны и прочие все моменты. По поводу пружин, что могу посоветовать? Купите себе, во-первых, пружинный LRC гараж, потому что они крутые. Во-вторых, еще несколько комплектов, например, вот у меня есть MST, вот такой. Два комплекта я купил. Это 820-104, 820-103. Вот этой нету, потому что она сейчас стоит на шасси. Это подходит для переда, это для жопы. Пружины отличные. Как вариант для того, чтобы поэкспериментировать, понять, как пружины работают, тут есть все, что нужно. То есть тут пружины от 5 витков до, получается, 10-25. Если вам нужно прям очень много, ну то есть вот, например, вот эти вот пружины, где там 14-13 витков, то есть очень много. Они круто работают на плитке. Вот в Софии я на них гоняю. Это прям очень круто. Но желательно вот такие многовитковые брать, минимум 1,2 толщиной, или лучше вообще 1,3, если найдете. Например, у меня есть такой комплект MST тоже старый, который уже не выпускается. Он где-то тут, ну короче, где-то тут у меня валяется. Ну просто они выглядят так же, только пружины на 1 десятку толще. И, как правило, я на них езжу прям. Очень круто. Либо эти использую, либо те, в зависимости от того, какой вес у меня на шасси. Потому что он всегда меняется. Так, сейчас мы все это уберем. Итак, следующая глава про масло. Очень много вопросов, особенно у тех, кто только недавно зашли в хобби, какое масло брать, пишут мне в личку. И, в принципе, это хорошо, поэтому тут отвечу на все вопросы, которые мне часто всего задают. По маслу. Значит, есть два варианта. Первое масло силиконовое, это оно вот такое вот прозрачное. И второй вариант это минеральное масло. К правилу, минеральное масло есть у MST и у вердоза. И, в принципе, больше других фирм я-то и не видел. Может быть и есть другие, но я не видел. Что вы должны знать? Что все резиново-силиконовые части в амортизаторе, это у ринги и мембраны, они рассчитаны по то или иное масло. И, соответственно, в, например, если у вас о ринги рассчитаны под минеральное масло, вы зальете силиконовое масло, есть большая вероятность, что они от этого разбухнут. То есть, они начнут его впитывать и увеличиваются размеры. И то же самое наоборот. Если масло рассчитано под силиконовое, зальете минеральное, они разбухнут. В какой-то момент я решил экспериментировать, взял масло моторное, например, 5.30, что ли, 5.0, что-то такое. И, ну, типа, полусинтетику. Залил в аморту и о ринги вздулись. Синие о ринги вздулись, которые вздуваются очень медленно. Вот, поэтому будьте осторожны. Но, как правило, например, большинство катаются на синих о рингах YOKOMA, они хорошо работают с силиконовым маслом. От них они прям очень-очень медленно деградируют. Масло, которым я пользуюсь, это силиконовая долина. Ссылка на них будет в описании. Это Дима, живет в Москве, Солнцево. И я уже много лет покупаю у него это масло. И, в принципе, оно не хуже, чем любое другое. В принципе, силиконовое масло, оно и есть силиконовое масло везде. Вот, поэтому советую, если вам нужно масло по демократичной цене, есть там на зоне, зон доставка и прочие моменты. Короче, like good для тех, кто в Москве, могут подъехать, хотя, не знаю, может, не стоит мне этого говорить, пообщаться. Теперь по поводу того, какую вязкость масла нужно брать. К правилу, это все зависит от того, какие у вас пистоны. Если у вас пистоны стоковые, о пистонах мы поговорим еще чуть позже обязательно, потому что у меня появились новые пистоны, которые я сам делаю, и я вам все про них расскажу. Вы офигеете вообще от того, какие они крутые. Так вот, если у вас стоковые пистоны, как правило, это там типа 200-300, то есть вязкость 200-250-300 на ковре. По поводу плитки, это 50-100-150. То есть примерно вот так вот. Тут опять же нужно подходить к тому, как вы управляете шасси, какие вы хотите, ну, как сказать, то, что вы от нее хотите, чтобы она делала от того, какая конфигурация трека и прочее, может все варьироваться. Поэтому в идеале лучше иметь 50-е обязательно, оно прям быстрее всего расходуется. Потом 100, ну вот, 50-100, 200-300. То есть вот 4 тюбика, которые вам нужны. Стоят они там типа 350-400 рублей. Этого вам хватит надолго. Если хотите больше поэкспериментировать, то можно взять с градацией в 50, да, 50-100, 150-200, 250-300. Можно взять побольше. У меня, например, есть 500-450-400. Опять же, но это уже как бы к другим пистонам. На стоковых это уже слишком, слишком густое масло, и подвеска практически не будет работать. Ну, точнее так, она будет работать не по дрифтовому, это больше туринг-история. Вот, теперь давайте перейдем по поводу пружин масла. Мы разобрались. Теперь следующая глава нашего видео это про амортизаторы. Сейчас будет сначала разборка амортизатора, потом обслуживание, и потом как собирать амортизатор, заливать и прочие все моменты. То есть впереди еще много информации. Масло я далеко убирать не буду, положу здесь. А может, скоро она нам пригодится. Итак, поехали про разборку амортизаторов. Для того, чтобы было удобно, обычно я делаю по правую руку амортизатор, который сзади, по левую руку амортизатор, который спереди. Первым делом, как правило, когда вы снимаете амортизатор, вам понадобится зубная щетка, которую я забыл, но сейчас принесу, для того, чтобы почистить, потому что они все будут в говне. Плюс салфеточки. Салфеток нужно будет очень много, поэтому запасайтесь. Сейчас притащу зубную щетку, почищу. Зубная щетка. Обязательно чистим саму резьбу. Когда вы... Ну, сейчас, поскольку у меня амортизаторы уже собраны, уже поедавший вид, когда у вас новые амортизаторы, и вам нужно накрутить вот эту вот основную гайку, которая подтягивается амортизатором, сама вот эта вот резьба, как правило, смазывается маслом. То есть этого я вам сейчас в видео не могу сказать, ну, показать, но могу рассказать для тех, кто только-только собирается делать себе амортизатор. Собирать амортизаторы, намазывается масло просто обычное, которое у вас из подвески, ну, то есть там, не знаю, 200, например, чтобы просто оно легче зашло. Иначе вы запаритесь туда закручивать, и будьте внимательны, неоднократно слышал историю про то, что при первом закручивании вот этой шайбочки люди срывали резьбу, ломали ее там, особенно на пластиковых амортизаторах. Будьте аккуратны и осторожны. Так, далее. Что, нужно снять пружины. Тут эти амортизаторы, они такие очень необычные. у них на какой-то хрень, с какого-то хрена, они решили тут сделать ринг резиновый, который очень, блин, сложно снять. Понятно, что они его сделали для того, чтобы пружина никуда не могла убежать с этой вот нижней части, но это очень крайне неудобно. То есть каждый раз, когда вам нужно, например, на треке поменять пружину, вы сталкиваетесь с большой проблемой. Но можно ее просто не устанавливать, и, видимо, Кирилл не очень часто меняет пружины на треке, поэтому они у него стоят, и он вообще не парится. А может быть, он вообще ни разу и не разбирал эти амортизаторы, и поэтому ему вообще пофигу. Потому что я вообще второй человек в мире, который эти амортизаторы трогает. До этого их первый раз как собирали, так и собрали шасси, и после этого никто ничего не трогал. Такое тоже очень часто бывает. Я надеюсь, это видео наберет миллион просмотров то зря я, что ли, так мучаюсь. Так. Все, снял. Кстати, для того, чтобы нам, для того, чтобы нам, вам разобрать амортизаторы, нужно будет пинцет. Обязательно, и он пригодится. Теперь далее, как правило, я все это чищу тоже кисточкой, пружиной и прочее, можно салфеточкой, в зависимости от того, какое у вас там, сколько у вас там грязи и прочие моменты. Также теперь дочищаем вот эту вот нижнюю часть, потому что пружинным нам мешали это сделать, для того, чтобы все это было чисто, очень чисто. Теперь берем салфеточку и салфеточкой вытираем шток. Как правило, амортизаторы, когда работают через уринк, какой бы он у вас крутой не был, все равно часть масла вытекает, попадает наружу, и на все это, ну, поскольку масло липкое, к нему липнет все говно, которое есть на треке. Особенно, если у вас вы катаете стрит на улице, то амортизаторы нужно прям вообще максимально защищать. Правило, я, например, покупаю резиновую перчатку, можно в аптеке купить, размер М, отрезаешь четыре пальца, ну, пальца, и там с той стороны, с другой стороны тоже отрезаешь, чтобы получились резиновые трубочки, и надеваешь на амортизатор, чтобы меньше говно попадало. Это не спасает на сто процентов, но это увеличивает выживаемость амортизатора. Давайте проверим, как амортизатор отбивает, но, как видите, процентов на 70 они выходят, и потом приходится их дотащить. Плюс, я не знаю, видно вам будет или нет, вот здесь вот видно, что вот эта часть, вот эта часть, она матовая, вот эта глянцевая, то есть амортизаторы, сами штоки, они уже поедали многое, но об этом мы сейчас посмотрим. Причем здесь, на другом амортизаторе, тут меньше износ, но при этом он вообще практически не отбивает. И такое ощущение, что у них разное масло. Амортизаторы спереди работают одинаково, но тоже не идеально. Но, как правило, амортизаторы, те, которые спереди, они дольше живут, дольше выживают, на них меньше говна всего попадает. Далее, что я делаю, я беру салфеточку и все очищаю, чтобы не было нигде говнеца, чтобы все было чистенько, классненько, и амортизаторы были свежими, когда мы их будем собирать. Надо эти ринги тут почистить. Вот. Теперь будем разбирать амортизаторы и смотреть. Для того, чтобы разобрать амортизы и нормально обслужить, нужна будет вам вот такая стойка, в которой есть четыре дырочки. В нее удобно складывать амортизаторы и, соответственно, заливать, перезаливать, вот это вот все. Короче, очень удобная штука, рекомендую. У меня просто тупо напечатаны на 3D принтере, в Яндексе набрал в поиске, типа, там, стойка для амортизаторов, RC-дрифт, все такое, и как бы 3D-модель, да, скачать бесплатно. И все. У меня есть такая стойка. Попросил брата, чтобы он мне напечатал, и все стало отлично. Далее, нам понадобится какая-то емкость, куда мы будем сливать масло старое из амортизаторов. Сейчас я ее пренесу. Так, у меня будет в виде емкости такая коробочка. Туда мы это все и будем сливать. Поехали. Откручиваем верхнюю крышку. Кстати, это первый раз, когда я разбираю амортизаторы в РАПАП. Раньше с ними не сталкивался. Как раз будет интересно посмотреть, что у них внутри. Ну, в принципе, ничего интересного. Все так же, как и в обычных амортизаторах. Все амортизаторы плюс-минус устроены одинаково. После того, как я вылил масло, я обычно их переворачиваю, чтобы остальное дотекло вниз на салфеточку. Теперь разбираем следующее. Кстати, время того, как у вас будет переборка, у вас обязательно все будет в масле. И поэтому рекомендую вам озаботиться салфеточками и прочим. Да, как Кирилл говорил, у него тут в одном амортизаторе, я не знаю, видно там будет или нет, в одном амортизаторе три дырки, и они маленькие, но так на скидку, наверное. Один или один и два. В другом амортизаторе четыре дырки, и они рассверлены. Причем рассверлены очень, очень варварским способом. Сейчас я все разберу, обязательно сфотографирую, чтобы вы посмотрели все фотографии. Но, забегая вперед, Кирилл меня попросил установить ему пистоны, пистоны, моего производства. Это будут пистоны 12 отверстий, один и два. Я сейчас на таких же катаюсь, и они прям очень мощные. Мне очень нравится. Продал недавно табаку, такие же, и пожалел об этом, потому что теперь не могу его догнать. Вот. Мне, кстати, очень нравится в этих амортизаторах то, что я откручиваю верхнюю крышку, и вот эта часть, она остается так, как есть. Я ее снимаю, и мембрана тоже остается на месте. Это прям круто. Например, в моих амортизаторах, биборах, так не происходит. Ты снимаешь крышку, и все это вместе с крышкой улетает. Вот. В этом есть какой-то определенный кайф. Так. Тут у нас спереди тоже 4 отверстия, все рассверлены. Короче, в одном амортизаторе отверстия, 3 отверстия и более тонкие. Не знаю, как он на них ездил, при том, что он сейчас у нас в таблице московского чемпионата на пятом месте. Если сейчас я ему перезалью амортизаторы, у него будет работать подвеска отлично, то он становится конкурентом на победу на следующем этапе. Так, далее мы сейчас все протрем, чтобы у нас все было почище. уберем излишки масла и следующим этапом будем разбирать амортизаторы дальше. По поводу самих амортизаторов бывают двух типов. Бывают амортизаторы бигборы и стоковые. Как правило, у бигборов у них ширина самого вот этого как бочонка, канавки, самой части, основной части амортизатора у него диаметр 11 мм, у внутренней, у стандартных 10 мм, то есть разница в 1 мм бигборы они шире, если так грубо говорить. вот то есть учитывайте это например пистоны от бигборов не подойдут на обычные амортизаторы. Но в обратном положении подойдут, но тогда у вас будет слишком большой зазор по краям. Сейчас далее нам понадобится понадобится плоскогубцы, которые я сейчас найду и мы продолжим. Итак, я принес плоскогубцы пассатижи и далее нам нужно открутить наконечник, чтобы сделать это не поцарапав сам шток, делаем следующим образом. Берем салфеточку, складываем ее в несколько раз, чтобы получилась такая вот полосочка. Далее еще разочек и следующим этапом берем амортизатор вот так вот делаем и зажимаем плоскогубцами. Далее откручиваем шток. Капец, он тут закрутил. очень сильно закрутил. И оно ни хрена не откручивается. Вот это прикольчик. Не откручивается. Пара-пара-пам. На этом видео закончено. Ладно, далее. Значит, мы возьмем тогда специальное устройство для того, чтобы зажимать штоки. Секунду. Мне повезло, у Кирилла есть такая вот штука. Это специальное устройство для того, чтобы откручивать штоки. То есть, нам нужно взять шток, зажать и крутить. Капец. я никому не советую так сильно затягивать, закручивать наконечник. Потому что, если вы потом мне это принесете, то я буду страдать откручивая. И, в принципе, вы будете страдать, откручивая эти наконечники каждый раз. лучше их закручивать так, чтобы можно было легко потом открутить. Ну, конечно, не так, чтобы они прям на вяленького были, но чтобы они откручивались. Это капец вообще. Нафига так сильно затягивать. Если вы боитесь, что они там открутятся, когда вы будете подтягивать и прочее. Нет. У меня прям можно вообще буквально пальцами держа шток открутить наконечники и все нормально. Езжу уже не первый год, кайфую. И постоянно перебираю амортизаторы каждый раз, когда... Ну, не каждый раз, но я очень часто амортизаторы разбираю, перебираю. Поэтому обслуживание их должно быть простым и быстрым. Очень хорошо, что у нее есть. Ну, наверное, при помощи этой штуки как раз он и закрутил так до талого эти амортизаторы, то есть эти наконечники. Штучку такую вы можете купить на том же там Алиэкспрессе за очень недорого. Либо RC Mart или любые другие магазины для моделей. Вытаскиваем шток. Точнее, это называется поршень, мне недавно сказали. То есть, когда шток вместе с пистоном, вот так вот, это называется поршень. То есть, отдельно вот эта металлическая часть это шток, а вот это пластиковое белое это пистон. И посмотрим, что у нас тут внутри. Сейчас, кстати, будет интересно амортизаторы. Немножко информации. Амортизаторы бывают двух типов. Под два о-ринга и под один о-ринг. Как правило, под два о-ринга это такая старая версия, а ту-ринговая больше. под один о-ринг сейчас начали делать. Ну, в основном, там, например, бигборы, они под один о-ринг. А стоковый амортизатор, который в пластиковые в УДшке, они под два. Но у них есть там специальная шайбочка, которая, ну, можно, типа, установить либо два о-ринга, либо специальную шайбочку туда поставить и установить один о-ринг. Но, если бы там было, например, как в бигборе, только один о-ринг, то само вот это вот пространство вот здесь, оно было уже, и сам ход штока был бы больше. Но это моя догадка, почему так делается в бигборах. так, давайте посмотрим. Ну, сами штоки капец расцарапаны. Сейчас мы их будем полировать, я вам покажу, как это делается, для того, чтобы они лучше скользили. Смысл в чем? Когда вы часто ездите на трек, катаетесь, особенно, если у вас трек грязный, не дай бог, там какой-нибудь асфальт еще прочее, всякое говно налипает на шток, и он, когда ходит через о-ринг вверх-вниз, он как бы, ну, типа, изнашивается, грубо говоря, они трутся, и шток становится матовым. И вот эта вот матовость, она как бы создает дополнительное трение, и из-за этого подвеска работает не идеально, так сказать. Она работает нормально, но не идеально. Для того, чтобы она работала нормально, нужно, чтобы скольжение было максимальным. То есть, должно быть минимальное трение, где о-ринг и шток, где о-ринг трется об шток. У некоторых производителей даже есть специальные о-ринги, которые, типа, там, с минимальным трением. Вот. но это, если вы хотите прям идеальности. Теперь разберем дальше. Тут один о-ринг и это икс-ринг. Я не знаю, будет ли вам видно. Наверное, не будет. Короче, сделаю, добавлю фотографию. Икс-ринг. Бывают о-ринги, бывают икс-ринги. Немножко информации, да. О-ринг выглядит как пончик, икс-ринг как пончик, который покусали посередине. Смысл в том, что у о-ринга как бы одно пятно контакта со штоком, у икс-ринга два пятна контакта со штоком. И, как написано например, в томе, на сайте томе, на официальном информации, зачем эти икс-ринги вообще нужны. они нужны для того, чтобы меньше масла вытекало. То есть, меньше вытекает масло, реже надо обслуживать амортизаторы. Типа идея такая. Вот. Но получается как бы другая история. Если вы хотите, чтобы у вас было идеальное скольжение, то вам нужно, чтобы это пятно контакта было меньше. Поэтому, например, эти вот ринги, про которые я рассказывал, которые с меньшим трением, они, как правило, все обычные. Я не, по крайней мере, я не видел экс-рингов таких. Еще немного про амортизаторы, точнее, про их устройства. Например, на бигборах есть специальные засечки, по которым можно понять, на сколько оборотов, ну там, на целый оборот или на полоборота ты покрутил вот эту вот гайку. Здесь такого нету. И это не очень удобно, на мой взгляд. Давайте сейчас я ринги почищу, точнее, x-ринги. И мы продолжим с... И разберу сейчас... А, ну хотя давайте покажу, как разбираются, как снимаются пистоны со штоков. И расскажу. Кстати, давайте сделаю обзор. Ну, померю. Эти амортизаторы, может, кому будет интересно. Что к чему. Итак, ну, поскольку эти... поскольку эти аморты в РАПАП, я вообще первый раз в жизни вижу, может быть, кому-то будет интересно. Внутренний диаметр там, где ринг стоит 6,19. Внутренний диаметр основной части 9,8. Так, давайте шток. Шток 2,94. Пистон 9,8. Так, далее. А, длину. Длина пистона общая 28 мм. длина резьбы 7. То есть, 21, остальная часть. Если вдруг кому было интересно. Теперь, как снимать пистоны со штоком? Очень часто у меня спрашивают, например, на треке, Леха, как снять? Закрепляются они, как правило, еклипсами, сверху и снизу. Есть, конечно, амортизаторы передоз. У них там немного другая система. Как я это делаю? Берется, берем пинцет и поддеваем его и снимаем таким образом. Я надеюсь, вам было видно. Так, далее. Тут есть шайбочки, чтобы, видимо, толщину. И снимем второй тоже. Второй снимается пассатижами. Так, сейчас я сниму все остальные и вернусь к вам. Далее. В общем, я разобрал все пистоны со штоками, как они называются, поршни. Вот. Следующим этапом нужно почистить вот эти вот, не знаю, как точно они называются, шайбочки, которые в нижнем, в нижней крышке находятся. Собственно, через которые ходит шток. Если вы обслуживаете амортизатор, как правило, это нужно делать обязательно. Я делаю так вот салфеточкой такую, не знаю, тоненькую завитушку, хрен знает, как это назвать по-другому. Продеваешь его туда и протираешь. Потому что, как правило, на вот этой шайбочке внутри здесь скапливается всякое говно и оно трется об шток. Шток от этого царапается. Это не очень хорошо. Поэтому все нужно почистить, чтобы все было прям идеально. Мне кажется, с этими амортизаторами так еще никто не обходил. Обходился. Первый раз они получили такое, как сказать, такое, типа амортизаторское спа обслуживание. Далее. Сейчас я сделаю фотографию штоков, как они выглядят, чтобы вам показать. Потому что так на видео вы не увидите. штоки выглядят вот так, вот как на фотографии. Они все расцарапаны и сейчас нужно их отполировать. Как полируем штоки? Для этого нам нужно просто гое. У меня по-моему номер 2 и номер 4, наверное. То есть одна мелкая, мелкозернистая, вторая крупнозернистая. Потом мы будем это делать при помощи дремеля. также можно в шуруповерт прикрутить. У меня есть такая специальная удлинитель резьбы. Он вставляется в шуруповерт и туда вкручивается сам шток. Но, конечно, лучше, чтобы оборотов было побольше. Так отполируется лучше. Поэтому дремель. Вставляем дремель, шток. Сейчас я включу в розетку дремель в штоке. То есть шток в дремеле. Далее берем пасту Гоя, которая покрупнее, то есть более зернистая кусочек. Берем салфеточку и вот так вот но у меня такая очень твердая и сыпучая и вот так вот несколько сюда засыпаем. Теперь, чтобы это все не разлетелось, я добавлю какого-нибудь масла. Прямо реально какого-нибудь. Какое вам не жалко. А, да, еще, кстати, я сами пистоны сфоткал. сейчас здесь приложу, посмотрите, поражете, какие у него были пистоны. И вот такие, вот такие пистоны мы ему поставим. 12 отверстий, все круто. если вам нужны пистоны, если у вас плохо работает подвеска, то вам обязательно нужны пистоны. Делаем пару капель масла, чтобы все это лучше отполировалось. Если вам у вас подвеска плохо работает, то вам обязательно нужны пистоны. Пистоны очень крутые. Ссылочка на них будет в описании. Какая ссылочка? Пишите мне просто в личку, ссылочки никакой не будет. И мы вам сделаем пистоны. Один комплект стоит 500 рублей, есть на 6 отверстий, 8 и 12. Для обычных амортизаторов и для бигборов. Так, берем, чтобы отполировать, берем дремель со шоком, берем пасту Гоя, салфеточку, вот так вот зажимаем, нажимаем и начинаем все тереть, пока не станет блестеть. Звучит музыка. Так, как вы можете заметить, стало уже намного лучше. Далее, нам нужна будет паста Гоя, которая более мелкая для, так сказать, финишной истории. И понадобится микрофибра. Ну, либо также можно салфеточка. У меня есть микрофибра, которую дают, когда покупаешь стекло, например, для, там, айфона, телефон, ну, для смартфона, типа, замену стекла, дают в подарок, ну, как не в подарок, а для того, чтобы ты все это сделал, еще кусок такой микрофибры. Она уже такая более густая, поэтому масла я туда не добавляю. То же самое. Берем, включаем и, соответственно, полируем. Как вы видите, все это налипло на шток. И это нормально. Теперь это мы сгрузим вот сюда. Так, теперь берем ту часть салфетки, где еще не зеленая. И об нее все это стираем. Стираем. Все. Готово. Сейчас я сделаю фоточку, чтобы вам было видно лучше, как было и как стало. Единственное, что вот здесь вот есть как раз для Eclipse'ов канавки. И в эти канавки, соответственно, забивается, забивается паста Гоя. Это нужно вытащить, ну, можно ножичком или еще чем-то поддеть и как бы вытащить, чтобы оно потом не попало. Так, сейчас сделаю фото, и вы посмотрите, как это выглядит. Так, на фотографии вы видите то, что было до и что стало после. Сейчас я все четыре так обработаю, отполирую. Не буду это снимать на видео, потому что это будет скучно. И продолжим дальше. Итак, поехали дальше. Как видите на фотографии, как штоки выглядели до и как штоки выглядели, стали выглядеть после. Все я штуки отполировал. Далее, что нам нужно убрать пасту Гоя. Отсюда больше она нам сегодня не понадобится. Теперь мы достаем новые пистоны, те, которые сейчас у него супер-мега ужасные и неприкольные. И как далее мы собираем. Берем шток, ну и, соответственно, далее будет инструкция для всех, кто в первый раз собирает амортизатор. Берем шток в одну руку, в другую руку, вот этот Eclipse. И на нижнюю часть аккуратненько надеваем. Чтобы надеть его полностью, нам нужно, я, например, пользуюсь пинцетом. Нажимаем на пинцет и Eclipse защелкивается. Далее, поскольку мы не знаем, подойдет ли по ширине, по толщине, по толщине не подойдет. Поэтому у нас есть шайбочки. Мы устанавливаем шайбочки, чтобы по толщине он подошел. Думаю, что нам хватит. Одной шайбочки должно хватить. Где оно? Вот, все разлетелось. Да. Шайбочки там для того, чтобы он вверх-вниз не ходил, не гулял, был плотно зажат. Далее берем опять Eclipse, вставляем его сверху и пинцетиком защелкиваем. То же самое делаем со всеми четырьмя. Все, собрал. Далее начинаем собирать амортизаторы. Если вы в первый раз собираете, то сама вот эта вот гайка, которая делает преднатяга, она у вас не установлена. Я уже объяснял, что сначала наливаете на, ну, делаете капельку масла, любого масла. И после этого вкручиваете, она лучше входит. Как правило, там еще резиновое колечко сделано, чтобы, ну, если у вас металлические, чтобы она как бы оставалась на месте и не болталась. Поэтому, если без маслицы вы будете делать, то пойдет очень тяжело. Так, все записывает. Далее начинаем собирать амортизаторы. Будем ему заливать, какое же маслице мы будем заливать. Давайте двухсотое масло зальем. Перед и зад будут одинаковы. Так, берем основную часть и маслице. И чуть-чуть капаем в нижнюю часть. Далее берем о-ринг, вставляем сюда. И вставляем поршень. Так мне сказали, это называется. Вот сюда. Далее делаем капельку маслица. Надеваем шайбочку. И закручиваем. Смысл в том, что на данном этапе вы можете проверить, насколько у вас хорошо работает подвеска. То есть, вот таким движением, когда шток полностью вытащен пальцем, вы не должны чувствовать вообще никакого сопротивления, когда вы нажимаете. То есть, как будто бы его там вообще и нету. То есть, он просто должен входить туда-сюда. Без вообще минимального. Если вы чувствуете хотя бы минимальное сопротивление, особенно в начале движения бывает такое, это когда значит, что о-ринг у вас раздулся и он сжимает шток сильно. Это можно исправить, например, немного открутив вот эту крышку. То есть, тем самым, как бы дать о-рингу чуть-чуть расслабиться. И таким образом тренинг должно быть меньше. Но у вас вообще его не должно. И еще я видел в японских видео, когда делают вот так. Берем амортизатор, затыкаем большим пальцем с другой стороны и нажимаем. Должен отбиться, как вы видели. Видите, он обратно выходит. Он не выходит слишком сильно, потому что у нас все-таки 12 отверстий по 1,2. Если меньше отверстий, он будет отбиваться больше. То есть, получается так, что воздух сжимается и толкает амортизатор, ну, точнее, как шток назад, как видите. Это показатель того, что там, где о-ринг, трение очень-очень маленькое. Все, один собрали. Далее делаем то же самое с всеми остальными и ставим их на... Итак, я собрал все четыре амортизатора. Следующий. Мы заливаем масло в них. Заливать нужно, чтобы чуть-чуть с горочкой было. То есть, оно должно чуть-чуть выступать. Во все залили. Далее. Берем каждый амортизатор и начинаем вращать. Как видите, если видите, там прям пошли пузырьки. То есть, мы его толкаем вверх-вниз и при этом еще вращаем пальцами. Чтобы весь воздух, который там под пистоном, там, где о-ринг остался и прочее, чтобы это все вышло. Так мы делаем с каждым амортизатором. Чтобы весь-весь воздух оттуда вышел. Все пузырьки. Интересно, видно вам там или не видно? Ну, я думаю, кто перезаливал амортизаторы, те неоднократно видели эту картину. Итак, следующий этап, если вы хардкорный перезаливатель амортизаторов, то это вакуумная колба. Это вот такая штука, как на фотографии. Они бывают всякие фирменные и прочее. Но я пока на это не зада... Не... Я пока на такую штуку не заработал. Потому что вы мне не очень активно донатите. Или вообще не донатите. Кстати, ссылочка на донат будет в описании под этим видео. Поэтому я пользуюсь вот такой штукой. Это вакуумный контейнер для хранения продуктов. И вакуумный насос. Не знаю, имеет ли смысл оставлять ссылку в описании на это. Просто заходите на зону и в поиске пишите вакуумный контейнер для продуктов. И вот ищите такой. Размером он 83, 115 и... Ну, где-то 90 примерно. Но я его... Ну, он удобен тем, что в него влазит 6 баллончиков с... Баллончиков. Он удобен тем, что в него влазит 6 масел. Упаковок масла. Можно положить, сумку закрыть и не бояться, что если что-то там протечет, вытечет на вашу электронику или еще что-то такое. Это удобно. Но неудобно тем, что очень много воздуха в него. Приходится очень много отсасывать. Есть варианты, например, для типа консервов. Тоже есть вакуумные штуки для консервов. Типа насос. И там набор крышечек. И по идее можно подобрать крышечку под маленькую баночку. В которую, соответственно, влезет 4 амортизатора. И тогда будет быстрее отсасывать оттуда воздух и удобнее делать. Но будет неудобнее переносить. Так что смотрите и то, и другое. В принципе, на зоне легко найти. Для того, чтобы туда устанавливать амортизатор, я напечатал такую штуку на 3D принтере. Еще очень важно сказать о том, что когда вы отсасываете воздух, потом его нужно впустить обратно. И он входит, как правило, через клапан сверху. И его нужно очень аккуратно открывать. Потому что если вы откроете его резко, воздух резко пойдет вниз и он выдует. Правильно сказал? Короче, будет сильно дуть и масло выльется из амортизаторов. Будьте аккуратны. Я первый несколько раз не мог понять, что за фигня, куда пропадает масло. Но потом догнал. В общем, кладем это все в контейнер. И вот такими движениями отсасываем оттуда воздух. Когда вы полностью... Ну и почти полностью, наверное, невозможно отсосать таким способом. Вы увидите, что оно там внутри пузырится. Как вы видите, там пузырики появились. То есть выходит воздух. Почему так происходит? Потому что масло, как это неудивительно, как в принципе, наверное, любая жидкость, впитывает в себя кислород. Или воздух, я не знаю, как это точно. Ну, короче, газ попадает. И таким образом, создавая вакуум, как бы, те газы, которые внутри жидкости, ну, я думаю, что там или кислород, или воздух, вряд ли там какие-то другие газы в нашем случае, они пытаются выбраться наружу. И плотность масла становится однородным во всех амортизаторах. И при таком раскладе очень часто бывает, что, типа, ребята говорят, что, типа, перезалил амортизатор через день, через два. Да, и у меня такое тоже было когда-то давно, я не понимал, почему так происходит. Что, типа, они, ну, перестают через день, через два работать. То есть, это как раз происходит из-за того, что в каком-то амортизаторе больше кислорода, в каком-то меньше, или во всех очень много. И во время работы оно же взбивается, соответственно, все это выходит наружу, и амортизатор перестает работать. Когда отсасываете воздух таким образом через вакуумную камеру, они работают намного дольше. Ну, как минимум раз в пять, наверное. Короче, отсосали воздух. Теперь, как я и говорил, очень аккуратно нажимаем клапан. Чтобы воздух плавно туда вошел, а иначе там все нафиг сдует. Открываем. И достаем. Теперь проделываем такую же операцию, как и до этого. Начинаем тыркать вверх-вниз. Нужно это для того, что там, где вот эта вот камера, где О-ринг находится, к правилу, там остается еще такое. Пару пузырьков. Воздуха. Поэтому их оттуда нужно вытащить. И шток прям вот так вот тыркайте влево-вправо, в все стороны. Чтобы оно вышло. Ну вот, вам, наверное, не видно. Я вижу здесь, что пузырики пошли еще. Поэтому я, как правило, делаю два раза эту процедуру, чтобы прям полностью прогнать весь воздух, выгнать оттуда. Чтобы они работали прям идеальненько. Далее я чуть-чуть долью, потому что объем уменьшился из-за того, что воздух вышел. Нужно, чтобы масло было с небольшой горочкой. То есть оно должно, вот как, типа как линза, быть выпуклой, не вогнутой. Дальше я объясню, зачем. И делаем еще раз эту процедуру. Кстати, лучше, чтобы этот насос был большего размера. Его будет сложнее носить. Я брал именно такой маленький, чтобы было удобно переносить. Но им очень долго отсасывать. То есть большим насосом все это делается намного быстрее и проще. Так, вот я вижу там опять появились пузырьки. Сниму вам видео поближе. Опять вышли пузырьки, хотя я уже один раз отсасывал воздух, как вы видели. Вот. По идее можно так и в третий, и четвертый раз постоянно отсасывать. Там все равно будет. Но, как бы, до такого супер-хупер-идеала не стоит доводить. Потому что, мне кажется, это бесполезная трата времени. Все равно супер-идеально вы не сможете сделать. Все равно через... Ну, амортизатор такая штука, которая погибает. И они все равно через какое-то время перестанут работать. Их нужно будет заново перезаливать. Не бывает такого, что вы залили амортизаторы и полгода на них катаетесь. Их нужно постоянно обслуживать. Все, достаем. Здесь у нас были задние амортизаторы. Здесь передние. Далее нам нужно собрать... Подвинусь чуть-чуть вперед. И так далее нам нужно собрать до конца амортизатора. Что мы делаем? Берем амортизатор в одну руку. Очень аккуратненько. Держим его вот так. Берем мембрану. И аккуратно ее сбоку... Не надо ее прям вот так вот сверху вставлять. Ее сбоку вставляем. И вот так вот пинаем дальше. То есть она должна как бы чуть-чуть плавать над маслом. Вот. Теперь берем колпачок. Надеваем его сверху. И берем вторую часть колпачка. И закручиваем. Что-то тут какие-то проблемы с резьбой. Но амортизаторы уже не первой свежести. Поэтому есть некоторые проблемки. Все. Закрутили. Кстати, мне эти амортизаторы больше нравится собирать, чем бигборы. Бигборы сложнее собираются. Эти прям вообще на изи. И, соответственно, работать они должны вот таким образом. Отбиваться, выходить полностью обратно. Как видите, здесь. Оп-оп. Вот. Далее делаем все то же самое со всеми остальными четырьмя амортизаторами. Сейчас я это все делаю и вернусь к вам. Итак, все. Я собрал все амортизаторы вместе. Теперь следующим этапом нам нужно прикрутить наконечники. И, в принципе, все. Установить пружинный амортизатор особенный. Сейчас я покажу, какими способами можно. При помощи вот этой вот штучки, которая специально для амортизаторов. И так же, как я делаю при помощи просто плоскогубцев и салфетки. Так. А. Перед этим. Смотрите. Как должны работать работающие амортизаторы. Во-первых, когда вы нажимаете полностью, да, он полностью должен выйти. То есть, нету еще, ну, как бы не надо дополнительно еще его вытаскивать. Он должен полностью выйти. Нужно проверить, чтобы на одной оси они одинаково отбивали. То есть, мы берем, убираем их друг друга, нажимаем, они должны одинаково войти и одинаково выйти. То же самое спереди. Спереди. Вот. Теперь, как прикрутить. Сейчас, секундочку. Давайте первым делом соберем при помощи вот этого специального приспособления. Я тут салфеточкой протру, чтобы не поцарапать шток. Мы берем, зажимаем его в эту штучку. И накручиваем наконечник. Главное, посильнее держать, чтобы он не прокрутился. Он, я имею в виду, шток. Какие-то эти наконечники, овердос, очень сильно прям закручиваются. Закручивать лучше не до конца, оставлять примерно там полмиллиметра, миллиметр. Вот здесь вот. Так делаем со всеми. Давайте при помощи теперь моего дедовского способа берем салфетку, как я говорил, уже много раз складываем ее. Потом вокруг штока обводим, берем, зажимаем и закручиваем. Я всегда делаю так, потому что на эту специальную штучку приспособлю я не заработал пока еще. Это только такие ребята, у которых есть овердозы, воропаповские амортизаторы. Только они могут себе позволить такие излишества. Так. Нет, давайте далее. А теперь, для того, чтобы у нас все было идеально, нам нужен штангенциркуль. Кстати, если кому надо, пишите в личку, я его продаю за косарь, потому что я его недавно уронил. И вот здесь вот губки, которые, внутренний диаметр, они на краю помялись. Ну, как-то, в общем, решил покупать себе новый. Этот, если что, за косарь продам. Он точный, до двух соток меряет. И с помощью него мы померяем длину амортизатора. Я вставляю в отверстие наконечников. И тут у нас получается 60 и 77. Наша задача, чтобы было одинаково. Так. Тут как-то не очень вставляется. 60,88. Значит, что... Давайте, эта штука и быстрее будет. Нужно здесь чуть-чуть подкрутить. Буквально на один. И снова померить. 60,77. Нормально. 60,70... Нет, 60,75, 60,77. Ну, там две сотки, разница. В общем, не проблема. То же самое делаю со вторыми двумя. И потом далее собираю. Или давайте лучше я сейчас дособеру. Просто полностью задние. А потом эти соберу не на видео, чтобы не тратить ваше время. Потому что, в принципе, то же самое. Вставляется пружина. В нашем случае еще вставляется этот аринг, который я возненавидел, когда я их разбирал. И вставляется нижняя часть, которая держится. Потом, если бы это был нормальный амортизатор, обычный, то можно было просто отпустить пружину. Ну, а так нужно аринг натянуть. И, в принципе, все. Амортизатор собран. Так, далее сейчас я дособеру все остальные. И, соответственно, потом отвечу на ваши вопросы. Итак, амортизаторы собраны. Все обслужено. И, мне кажется, теперь они будут работать просто идеально. Особенно с пистонами. 12 отверстий. 1,2 мм. Очень классные. Пишите в личку. Вам такие тоже продадим. 500 рублей за комплект. Есть 6, 8, 12 отверстий. Теперь переходим к нашей новой рубрике. Это ответы подписчиков. Как я уже говорил, у меня есть телеграм-канал. Я его завел. И перед началом съемок видео я спросил у ребят, какие у вас есть вопросы. Снимаем видео про амортизаторы. И, соответственно, мне накидали вопросы, на которые я сейчас буду отвечать. Итак, и если вы хотите в дальнейшем быть в курсе дела, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Там очень весело и познавательно. Ссылочка есть в описании. Телеграм-канал Дневник Папа Карло. Все, что вы хотели знать про RC-дрифт. Итак, первый вопрос. Игорь, мальчик из Москвы, пишет. Если амортизаторы полностью обслужены, и их работу ничего не затрудняет. Модель в рабочем весе. Но есть мертвая зона, в которой подвеска зависает на месте. Как избавиться от ее максимально эффективно? Подвеска зависает. Если подвеска зависает, то значит, что пружины не подходят. Вот так вот. То есть нужно подбирать пружины. Для этого нужно, как я в этом видео показывал, иметь большой комплект пружин. И тогда у вас все будет отлично. Но одно но. С моего опыта я очень много экспериментировал с пружинами, с маслом. И, ну, соответственно, с настройками подвески. По моему опыту, то вот как она, как вот многие делают, да, ставят шайску. И начинают, там, тыпкают, вот, типа, подвеска работает, подвеска не работает. Это вот все, залипание и прочие все моменты. Это очень интересно и прикольно. Я раньше тоже занимался такой ерундой. Но, по факту, самое важное, это то, как она едет, как и ведет себя, ну, подвеска, как она работает. Нравится вам, как она отрабатывает или не нравится именно во время езды. То, как она стоит и вы ее трогаете, это, ну, такой фетиш для особо одаренных, да. Главное, как она едет. Если она едет хорошо, то и не заморачивайте себе голову, гоняйте и кайфуйте. Из-за того, ну, зависает она из-за того, что пружины слишком мягкие. Нужно чуть-чуть пожестче пружины. Но, опять же, если вы поставите чуть пожестче пружины, она будет отрабатывать. Вот вы трогаете, да, мертвой зоны нет и все остальное. Но ехать она может хуже, чем когда у вас была другая подвеска, когда она залипала. Я на своем опыте это понял и решил на это не обращать внимания. Если у вас есть другое мнение, напишите в комментариях. Я знаю, что есть очень много знатоков. Которые любят писать в комментариях. Следующий вопрос. Перезаливаю от ванька. Перезаливаю амортизатор, и задняя часть ложится под своим весом и работает. А переднюю надо пальцем вверх поднимать. Иногда заправишь аморты 10-15 минут. И все, они не работают как раньше. Нет того отклика, что раньше. Пружина по стоку, как вешки, перед зеленые, зад розовый. И также ваньок добавил. И да, модель может постоять сутки и пропадает 100% отбив штока. Хотя, когда надевал мембрану, то шток был в максимальном положении. В максимальном положении непонятно, вниз или вверх. Ну, допустим, что снизу. Окей. Ответ ваньку. Значит так. Что-то я уже забыл. Слишком много вопросов. Так, переднюю надо пальцем. Переднюю надо пальцем вверх-вниз поднимать. Опять же, это как вот. Игорь задавал вопрос по поводу того, что подвеска залипает. Опять же, залипать она может, смотрите, из-за каких вариантов. Из-за того, что у вас раздулись ориенги. Даже синие ориенги их раздувают со временем. Они не вечные, как многие думают. Плюс, когда вы ездите, они все-таки трутся об штоки. Штоки со временем изнашиваются, как я уже говорил. Как я уже говорил в этом видео. Они становятся такие матовые на вид. И, соответственно, ну, как бы шершавенькие. Да, может, пальцем вы не можете, но все равно там есть неровности. И они, ну, драконят о ринг. Соответственно, все это вместе трется и прочее. И, как бы, ничего хорошего от этого нет. И, когда у вас есть трение, соответственно, подвеска может залипать. Плюс, спереди, как правило, подвеска у нас, ну, как, не подвеска, а само шасси, оно менее нагруженное. То есть, развесовка, там, как бы, самая такая оптимальная. 35-65, то есть, 35% вес спереди. Морда легкая. И из-за этого, как бы, подвеска работает немного по-другому, как сзади. Сзади, понятно, она подвесом провалилась и все отлично. Вот, поэтому, чтобы минимизировать этот эффект, нужно, во-первых, следить за тем, чтобы у вас штоки были глянцевые, чтобы они были гладенькие и скользили вообще как по маслу. Чтобы о ринге у вас не раздувались. И, соответственно, ну, как я вот в этом видео показывал, что они прям ходят без какого-либо затруднения, когда у вас, ну, когда вот вы его собрали, нету еще масла, они не должно быть никакого затруднения. То есть, вы пальцем двигаете по штоку, ну, дергаете по штоку и ничего не чувствуете. То есть, как будто воздух двигаете пальцем, типа такого. Вот, тогда будет все отлично. Плюс, также, типа, подобрать пружины. Если, типа, подвеска залипает, скорее всего, пружины не подходят. Ну, то есть, пружины слишком мягкие, и они перетянуты, ну, то есть, этой гайкой на самом амортизаторе. Вот, попробуйте пружины пожестче. Как правило, спереди ставятся пружины маловитковые. И, например, если поставить 26 мм, то точно залипать ничего не будет. То есть, как правило, она залипает из-за того, что, например, там 32 мм пружина, она уходит вверх, и как бы, ну, нужно больше усилий, чтобы она сделалась. Но, опять же, нужно обращать внимание на то, как модель себя ведет, как она едет. Если едет все отлично, то можно не трогать и ехать так. Понятно, что, типа, хочется и когда в статике ее там потыркать и прочие все моменты, и покайфовать от того, как у вас классно работает подвеска. Но, по факту, как правило, это не сильно коррелируется с тем, что он, типа, как машина едет. Точнее, не машина, а машинка. Так, следующий вопрос. От Team41KS. Какие оринги лучше всего по цене-качеству? Какие оринги просто самые лучшие? От какого масла оринги разбухают сильнее? От какого масла оринги не разбухают? Можно ли... А, может ли заржаветь шток амортизатора и от какого масла? Как лучше настраивать клиренс-модели? Подбором пружин или на одной пружине? Перед натягом на... Короче, слишком много вопросов. Сейчас давайте все по очереди. Какие оринги лучше всего по цене-качеству? Хрен знает. Но, в основном, все катаются на синих орингов. Они, как бы, очень медленно разбухают от масла. Очень долго живут. И, как бы, ну, стоят не так дорого. Хрен знает. Цена-качество. Такой вопрос. Непонятно. Они все плюс-минус. Там стоят косарь, как бы, оринги. Так. Какие оринги просто самые лучшие? Тут я не отвечу за все оринги. Потому что я все не пробовал. По факту я пробовал только синие оринги. И они топовые. Сейчас вот я видел, есть белые оринги от... Не помню, какой фирмы. В общем, не важно. Короче, белые оринги. Я бы хотел их попробовать. По идее, они с меньшим трением. Стоят за 4 штучки 1000 рублей. На Алике продаются. Так. Следующий вопрос. От какого масла оринги разбухают сильнее? Ну, вот я пробовал заливать моторное масло. Там 5.30, 5.20, что-то такое. От них даже синие раздулись. По факту, например, синие оринги и силиконовое масло – это самый оптимальный вариант. Это как бы они, ну, там, в течение года, год-полтора, типа, все нормально. Там через год-полтора уже можно поменять. То есть особо ничего там прям сильно не разбухает. Так, от какого масла оринги не разбухают? Но, опять же, то есть, все зависит, какой оринг, какое масло. Как правило, производители пишут, с каким маслом использовать и прочее. Например, в овердозе там свои оринги, и туда льется там минеральное масло, и все нормально. У YOKOMA, как правило, линейка силиконовых масел, и там, синие оринги не разбухают от силиконового масла. Так, как лучше настраивать крилл... Так, а, вот еще. Еще вопрос. Может ли заржаветь шток-амортизатор, и от какого масла? Я такого не видел, чтобы шток-амортизатор ржавел. Как правило, штоки, они, как сказать, ну, сделаны типа там из металла обычной, там стали сверху, покрытие на всех. И вот это само покрытие, оно как бы не ржавеет. Но, по крайней мере, я не видел заржавевших орингов. Бывают еще с титановым напылением, с титановым покрытием, они более устойчивы к износу, лучше скользят. Поэтому, если есть деньги, покупайте титановые. Также у Ревида есть прям полностью из титана штоки. Я их не пробовал, стоят космос. Ну, и, наверное, крутые, хрен его знает. Так. Следующий вопрос. Как лучше настраивать клиренс модели? Подбором пружин или на одной пружине преднатягом на цилиндре амортизатора? Так, как лучше настраивать? Ну, клиренс настраивается преднатягом к красному амортизатору, кручением вот этой гайки. В идеале, как я понял, лучше всего пружина работает, когда у вас вот примерно как здесь, то есть там примерно на 4 миллиметра, ну, то есть чуть выше, там, даже не как, ну, типа на одну треть он закручен. Как бы вниз, то есть есть небольшое. Если прям полностью впритык, ну, как бы полностью не раскрученный, то значит, что пружина слишком жесткая, нужно чуть помягче поставить. Ну, то есть примерно, ну, 4-3 сантиметра. Клиренс настраивается только преднатягом, либо, ну, либо поменять этот наконечник, ну, тогда будет ход другой. Ну, как бы преднатягом, клиренс преднатягом настраивается. Далее. Да, и опять же, подбирайте пружины не так, чтобы она у вас в статике стояла, и вы там тыркали на нее, и, о, офигеть, как работает подвеска, как она отбивает и прочее. А подбирайте пружины методом проб, методом тестирования на трассе. Опять же, то, то есть то, как она у вас стоит в статике на столе, да, и вы ее тыркаете, и, о, офигеть, как работает подвеска, это не значит, что она круто едет. На моем опыте, наоборот, бывает так, что на некоторых треках бывает так, что вообще максимально стрёмная настройка подвески, вот что она в статике стоит, она вообще нифига не работает, но при этом едет просто идеально. Поэтому, ну, как бы, подбирайте именно пробом, тестом. И для этого нужно иметь набор пружин, ну, как минимум, там, два-три набора иметь разных пружин и пробовать разные варианты. Так, следующий вопрос. Так, что думаешь насчет мифа о том, что перевернутый амортизатор работает лучше? Я ХЗ, у меня сейчас спереди амортизаторы перевернуты, на передней оси, я пробую. По факту, ну, прям, хрен его знает. Какой-то супер-пупер кардинальной разницы я не вижу. И ничего прям конкретного не могу на это сказать, работает это или не работает. Я видел японское видео одно, где чувак пробовал и так, и так, и говорит, вот, типа, почему-то, типа, когда они перевернуты, работает лучше. Ну, хрен его знает. Короче, ну, опять же, методом тестирования. Попробую поездить так, потом перевернуть, поездить по-другому. Если модель, типа, стала лучше ехать, то оставляй в том положении, в котором она стала лучше ехать. Еще я слышал такой миф о том, что они выливаются, типа, меньше, но по факту, как бы, когда у вас амортизатор стоит в нормальном положении, у вас снизу, как бы, ну, масло, да, получается, с о-рингом. И каждый раз, когда он сжимается-разжимается, какая-то доля масла по, как бы, штоку, она все равно вытекает. Если он перевернут, ну, это моя теория, если он перевернут, то каждый раз, когда вы, как бы, ну, он двигается вверх-вниз, туда внутрь попадает чуть-чуть воздуха. Потому что, как бы, масло, ну, грубо говоря, находится вниз. Ну, вот, когда вы бутылку переворачиваете с водой, да, у вас сверху воздух. Тут происходит то же самое. Как бы, если там, там в любом случае есть, ну, как бы вы его не отсасывали, через какой-то промежуток времени он там появится все равно. И, как бы, только если, типа, каждый раз, когда вы едете на трек, перезаливать амортизаторы. При том, что там будет сейчас вопрос, я уже прочитал, по поводу того, что, типа, а, ну, вот, там спрашивали, что, типа, они перестают работать через, там, день уже перестают работать. Так и есть, как бы, амортизаторы, они постепенно выходят из строя, и их нужно постоянно заливать. Не бывает вечных амортизаторов. Чтобы они работали идеально, нужно их постоянно заливать. И, по моему опыту, прямо вот реально через час-два она уже начинает работать по-другому, подвеска. Поэтому, ну, как бы, я для себя принял такое, что лучше перезалить, поездить час-два, потом она, как бы, ну, какое-то долгое время, там, может, неделю, две, три, будет работать примерно одинаково. Потому что вот это первое время, оно там все устаивается, лишнее выливается и прочее. И, как бы, она начинает работать равномерно. Хуже, чем когда только перезалитая, но хотя бы, типа, она работает, как бы сказать, без изменений. То есть, работает стабильно. Так. След... А, и все. На этом вопрос. Да? А, ну вот, Ваньку, да, еще ответим. Когда он... Он очень много вопросов просто не перепутал, да? Он как раз спрашивал. Иногда заправишь амортизаторы 10-15 минут, и все, они не работают, как раньше. Нет того клика, что и раньше. Это так и происходит. То есть, они со временем умирают. Но 10-15 минут, конечно, это суперэкстремально. Скорее всего, нужно смотреть в сторону того, что, типа, штоки отполировать, чтобы они были идеальны. Или купить новые штоки, новые оринки, новые мембраны, все новое. Полностью перезалить. Также, вот я показывал видео, что я отсасывал воздух при помощи вакуумной этой колбы. Может происходить такое. Некоторые берут, взбалтывают масло, а потом заливают. И когда вы его взбалтываете, у вас появляются там внутри пузырики. То есть, еще больше воздуха. И, как бы, у вас получается жидкость, наполненная газом. И потом, когда амортизатор работает, то есть, он ходит вверх-вниз. Посмотрите, есть видео на ютубе, где, как работает амортизатор. Там прям, ну, амортизатор машины. Там сделали прозрачную колбу. И, соответственно, когда он ходит вверх-вниз, он взбивает жидкость. И там появляются вот эти вот пузырьки, которые влияют на работу подвески. И все это в совокупности влияет вот на то, что он говорил, что, типа, там, через 10-15 минут перестает работать. Все это связано с тем, что, ну, либо что-то уже нужно поменять или, там, обслужить, доработать, либо купить новое. Вот. На этом все вопросы закончились. Видео. Ну да. На этом все вопросы закончились. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы следить за тем, что происходит. Также пишите в комментариях, на какую тему снять следующее видео. И, возможно, оно выйдет быстрее. Я стараюсь снимать видосы, но времени на все не хватает, к сожалению. И, в принципе, все. На этом тема с амортизаторами закончена. Я надеюсь, вам было интересно. Также, если на какие-то вопросы я не ответил, которые есть у вас, пишите в комментариях. Возможно, ну, либо отвечу там, в комментариях, либо, если вопросов будет очень много, сделаем вторую часть видео про амортизаторы с ответами на вопрос. Че к чему. Вот. Ну и, в принципе, все. Теперь в завершение. Да, и после всего этого хочу немного проразглагольствовать про то, как у нас сейчас, что у нас сейчас творится в арсидрифте. И про то, что, как бы я хотел, чтобы это было. Как я вначале говорил, есть проект, который я придумал и над которым я работаю. Это Республика Арсидрифт. Ссылки есть в описании, обязательно вступайте. Смысл проекта в том, чтобы, ну, как, чего я хочу. Я хочу того, чтобы у нас было крупное сообщество, чтобы было такое крупное сплоченное сообщество арсидрифтеров. И мы все вместе кайфовали от этого хобби. Чтобы было очень много людей, много соревнований, чтобы можно было там путешествовать между городами. Чтобы в разных городах были соревнования на высоком уровне, где много пилотов, сильных пилотов. И есть трассы в городах разных. И чтобы это все было на виду. Я знаю, что сейчас есть трассы во многих городах, кроме Москвы. Но для того, чтобы узнать информацию о том, что, где и как, нужно прямо постараться. А, например, для человека, который только входит в хобби, да или который недавно в хобби, для него это очень сложно. К правилу, в хобби входят и надолго задерживаются те люди, которые в компании. Ну, у которых там кореш, типа, занимается. Он, соответственно, притащил человека в хобби и, как бы, дальше им и занимается. То есть, отвечает, подсказывает на все вопросы. А те, кто, как бы, не в теме, у кого нет знакомых друзей, им намного сложнее. И специально для того, чтобы это все было намного прозрачней и выглядело масштабно, чтобы хобби казалось крутым, что вот, типа, очень много людей и прочее, я и создал этот проект и работаю над ним. И сейчас, ну, люди постепенно прибавляются. И это хорошо. Прибавляются города. И это классно. И я хочу, чтобы это выглядело так, что существует группа ВКонтакте, Республика RC Drift, в которую ты заходишь и на стене есть очень много постов о том, что проходят соревнования, тренировки в разных городах России. Согласитесь, это выглядит круто. Сейчас, если вы зайдете в эту группу, на данный момент, вы увидите посты из Москвы, из Калининграда, из Новосибирска, Нижнего Новгорода. Вот вчера подключился Екатеринбург и Тюмень. Нет, не Тюмень. Пермь. Также я делаю репосты, там, того, что мне выпадает, там, из Питера соревнования, что я вижу в ленте, репощу Питер, Воронеж. Да, вроде все. Вот. Но хотелось бы, чтобы это было больше, потому что я знаю, что в других городах есть люди, есть треки, трассы. А, из Краснодара я еще делал репост. И, соответственно, хотелось бы, чтобы больше людей, активных людей, кто в этом хобби, засунули свое обе куда подальше и начали вместе развивать всю эту движуху. Потому что, ну, согласитесь, когда это будет выглядеть как реально крупное движение, где есть много участников, где есть разного вида соревнований, разного уровня соревнований, много треков в разных городах, это выглядит намного круче и интереснее, чем то, что сейчас, да, где есть какие-то группы с фотографиями из интернета, скачанных шассик и, типа, кучей лайков, то, что вот, типа, классный кузов и все остальное. Но при этом ребята катаются на улице, на асфальте, нарисовав мелом конфиг вдвоем, да. А в соседнем районе еще таких два человека точно так же, типа, катаются. Вместо того, чтобы собраться всем вместе в одну кучу, организоваться, найти помещение, устроить там нормальный трек, устроить там график тренировок нормальных, чтобы другие люди, которые хотели попасть в это хобби, могли знать, что вот есть такая точка, куда можно приходить, где, ну, происходят какие-то организованные движухи и, в принципе, чтобы все было понятно. Если так делать, то, соответственно, через какое-то время будет гораздо больше людей, а больше людей — это больше перспектив для нашего хобби. Также есть люди, которые, как сказать, у нас есть и студенты, да, и школьники, а есть люди взрослого возраста с разным достатком. И если это все будет выглядеть очень круто, то те люди, у которых есть финансы, которые, ну, могут вложиться в то, что им интересно, с удовольствием будут вкладываться. И развивайся это, если это все будет выглядеть, как бы, если все это будет выглядеть более профессионально. Вот, поэтому этим разглагольствованием я призываю вас, во-первых, я хотел обратиться к тем людям, которые в разных городах занимаются активной деятельностью по RC-дрифту, да, то есть там, не знаю, рисуют трек на асфальте, катаются, что-то еще делают, ну, или организовывают трек там где-то, для того, чтобы объединиться все вместе под республикой RC-дрифт и все вместе развивать это хобби. В дальнейшем, возможно, если будет, ну, если все это разобьется и будет прям много городов, можно устроить какие-то межрегиональные, межгородние соревнования, чтобы это все было прозрачно и прикольно и, ну, все это развилось. И еще я слышал такую тему, что, например, там, ребята из, не буду говорить, какого города, говорят, да, нас, типа, и так все знают в нашем городе, поэтому нафиг нам это не нужно, типа, в вашей республике и прочее. Ну, типа, окей, да, вас все знают в вашем городе, те, кто уже катается, а те, кто не катается, не знают. Например, из республики очень много людей заходят с видео, которые я сказал, как попасть в RC-дрифт, что купить и все остальное. То есть это новички, также ко мне на треки подходят люди, которые говорят, что вот посмотрел твое видео, соответственно, ну, типа, хочу начать, там, все остальное. Ну, короче, такие вот базовые вопросы, типа, новичков. И это работает. И также будет работать и в вашем городе, вот. И также к тому, что говорят, что, типа, меня все и так знают. В вашем городе, да, знают, но в других городах нет. И если вы будете делать посты о тренировках, о соревнованиях в общей группе, в общем, как бы, пространстве, то вас будут знать не только те, кто в вашем городе, а вся страна. Ну, буквально, да, вся RC-дрифт страна, можно так сказать. Сейчас в группе порядка, там, 160-170 человек подписано, я имею в виду, в республике. И это не, ну, звучит не так много. Но это те люди, которые реально ездят на тренировки, ездят на соревнования, те, кто занимается. Я знаю, что есть группы, где там, типа, 2-5 тысяч человек. Но там большинство людей, которые, у которых нет даже шайски, которые просто смотрят на фотки, репостнутые из интернета, каких-то красивых кузовов. И, как бы, я хочу, чтобы в республике были только, ну, как бы, вся идея в том, чтобы там были только те люди, которые реально занимаются хобби. И там не будет 10 тысяч человек. Ну, будем надеяться, что будет через какой-то промежуток времени. Представьте, в России 10 тысяч RC-дрифтеров. И мы устраиваем соревнования, туда приходит 600 человек, и квалификация длится 5 дней. Со временем, если все это вместе развивать, то со временем все это будет очень круто выглядеть. И давайте дружить городами, дружить трассами, короче, развиваться и делать так, чтобы в этом хобби было больше людей, чтобы было проще попасть в это хобби, войти и, как бы, задержаться в нем. Потому что очень часто бывает так, что человек покупает, и потом через какое-то промежуток времени отваливается. На этом, в принципе, завершаю видео. Всем хорошего дня. До встречи в следующем видосе. Пока. Продолжение следует...